Не успев привыкнуть к своей первой в жизни парте, уже поменяли ее на новую первоклассники Тверской средней школы номер 17. Причина таких перемен – капитальный ремонт, который внезапно начался и также неожиданно прервался, оставив родителей в недоумении. 17-я школа заслуженно считается одной из лучших не только в Твери, но и в области. Она вообще входит в число 200 лучших общеобразовательных учреждений нашей страны. Среди выпускников немало известных людей. Например, бывший руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин. Неудивительно, что жители окрестных кварталов стараются везти своих детей в первый класс именно сюда, понимая, что в этой начальной школе закладывается базис. Мы знали, что это очень хорошая школа с высоким уровнем обучения. Очень хорошие, ну, услышали они только хорошие о том, что сильные учителя, сильное руководство. Ну, собственно говоря, мы знали, что здесь хорошо, школа сильная. Вот и нынешний учебный год начался для первоклассников вполне нормально. Первая четверть пролетела стремительно. Дети успели привыкнуть к классам и учителям. Каково же было их удивление, когда им объявили, что после осенних каникул учебу продолжат в соседней 46-й школе, так как в этих стенах вдруг посреди осени начнется капремонт. Однако работы, как спонтанно стартовали, так же скоропостижные закончились. Проблемы случились с подрядчиком, который вскрыл полы шести классов уже. У нас уже школа находится без... Мы уже не можем даже вернуться в старые стены, поскольку там уже все в аварийном состоянии, там нету полов. И мы ждем, когда пройдет новый конкурс, я так понимаю. Как выяснилось, подрядчик компании «Югстрой» выиграла конкурс по капремонту, за который должна была получить 77 миллионов рублей. Однако, проведя то самое вскрытие, полов, фирма вдруг отказалась продолжать работы. Вадим Тарасенко, который уже не первого своего ребенка отправил учиться именно в эту школу, недоумевает, как так можно браться за дело. Я не строитель, но я понимаю, и все понимают, что для того, чтобы сделать капремонт, нужно сначала сделать техническую экспертизу, вскрыть, посмотреть объем строительства. Как они решают этот вопрос с капремонтом? На уровне Степаныч нам выделили 50 миллионов, сделай ремонт, а Степаныч пришел, вскрыл полы, искал, да тут на 150. В данный момент региональное управление антимонопольной службы внесло компанию «Югстрой» в список недобросовестных поставщиков. Сейчас идет поиск нового подрядчика. Родители искренне надеются, что тот управится хотя бы к началу нового учебного года. Дабы ленинский девиз, выбитый на фронтоне, снова звучал как руководство к действию. А не как грустные воспоминания о несбывшихся надеждах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!